Назад в 90-е вернуть налог с продаж планируют чиновники экономического блока в правительстве России. Он может стать альтернативой повышения налога на добавленную стоимость с 18 до 22%. Так или иначе, любой из этих двух налогов ударит по карману простых россиян, считают в КПРФ. Необходимо наполнение бюджета за счет карманов простых людей, то есть той обездоленной части населения, потому что налог продаж означает рост цен на товары, прежде всего на товары первой необходимости. Тем более в условиях падающего товарооборота это нанесет ущерб и карманам людей, но я думаю, что это и тому бизнесу, который сегодня связан с торговлей, а у нас сегодня торгуют все. В Министерстве финансов России уверяют, что ничего подобного в их ведомстве не обсуждается. А вот пресс-секретарь президента России назвал эту идею интересной. Президент правительства обслуживает олигархов и старается сделать все возможное в этих условиях, но делают это все за счет основной массы населения страны, нищающей. Я думаю, это приведет к дальнейшей стагнации экономики. Это, в общем-то, негодные средства для управления государством, для попыток найти стимулы для экономики, для наполнения бюджета, но они таковы, по-другому они действовать не могут. Отбирать и делить, отбирать и делить, все. Налог с продаж – это косвенный налог, взимаемый с покупателей в момент приобретения товаров или услуг. Он действовал в России с 1991 по 1992 год, после чего на смену ему пришел НДС. В 1998 году власти снова ввели налог с продаж. Однако Конституционный суд России постановил, что налог нарушает права индивидуальных предпринимателей. И с 1 января 2004 года он снова был отменен.